Приветствую всех на моем канале Товар из Китая, меня зовут Вячеслав и сегодня у нас будет полный детальный обзор этого середняка от Infinix. Infinix Note 30. Да-да, именно достойный середняк я его так охарактеризовал. Судите сами, шикарный IPS экран со 120 герцовым, частотой обновления, процессор Helio G99, много памяти, звук от JBL и камера. Здесь даже на фронталке есть стабилизация. Ну что, давайте обо всем поподробнее. Приходит смартфон в такой традиционной зеленой коробке, зарядный блок на 45 Вт с европейской вилкой, кабель USB Type-C, инструкция, юзер-мануал, чехол, плотный силиконовый чехол с защитой от окошек камер, а также в комплекте идет защитное стекло. Да, Infinix. Молодцы, положили даже защитное стекло. Вот такой комплект поставки. Переходя к его внешнему виду, сразу скажу, друзья, что смартфон откровенно большой. Большой и толстый. Это для меня является основным минусом. 219 грамм вес и 8,6 миллиметра толщина. Да, это все из-за стеклянной задней крышки, премиальные материалы, но нужно идти на какие-то жертвы. Смартфон большой и тяжелый. Блок камер так прилично выступает из корпуса. С правой стороны у нас кнопка включения, он же сканер отпечатка пальцев и качеля громкости. Сверху у нас дополнительный слуховой динамик, а также надпись JBL, звук от JBL. С этой стороны у нас тройной полноценный слот 12 сим-карты и карту памяти можно поставить. Снизу расположился мультимедийный динамик, порт Type-C, микрофон, а также 3,5 миллиметра аудиоразъем. Дальше, что у нас? По центру у нас фронтальная камера на 16 мегапикселей, с завода наклеена защитная пленка, ну и слуховой динамик. Я уже зарегистрировал сканер отпечатка пальцев и сейчас продемонстрируем его работу. Нажимая, сканер срабатывает быстро, но иногда ошибается, из-за того, что за под лицом он расположен. Вот, как видите, нажимаю и срабатывает. Диагональ экрана в смартфоне 6,78 дюймов. Сюда поставили хорошую IPS-матрицу, сейчас это обновление 120 Гц, пиковая яркость 580 нит. Full HD+, плюс разрешение 1080 на 2460 пикселей, ну и плотность пикселей 396 ppi. Считаю, экран здесь очень хорошего качества, тем более IPS нет шима. Ну, это яркость экрана при солнечном свете, как видите, яркость нормальная, включена автояркость, конечно, яркость на 100%. Прямые солнечные лучи, все читаемо, все смотрибельно. Ну, а сейчас давайте послушаем звук мультимедийных динамиков. Я поставлю на максимальную громкость. Закрываю этот, звук идет с другого динамика. Закрываю этот, звук идет с обоих динамиков. Ну, друзья, в этот середняк поставили стереодинамики. Звук от JBL. Со звуком здесь точно все в порядке. По работе системы. У меня нет к смартфону никаких претензий. Смартфон работает на последнем, 13-м андроиде. Собственная оболочка XOS 13. Но есть, друзья, один существенный минус. Обновления сюда не прилетают. Как 5 февраля было последнее обновление, так смартфон не обновлялся. Что считаю тоже существенным минусом. Что касается связи. Смартфон хорошо ловит 4G-сети. Даже в сельской местности связь не отваливалась. Со связью здесь полный порядок. Как звонилка. Здесь стоит стандартная звонилка от Infinix с поддержкой записи разговоров. Я сейчас сниму трубку. И видите, запись разговоров здесь присутствует. Переходим к железу. За работу смартфона отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99 по 6 нанометрам. Максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57MC2. Full HD+, как я уже говорил, плотность 397 ppi. 120 Гц частота обновления. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. И 256 ГБ накопителя тип UFS 2.2. Скоростная новая память. Bluetooth 5.3. Дальше. NFC поддерживается. Сканер отпечатка пальцев поддерживается. GPS поддерживается. Инфракрасного датчика здесь нет. Infinix Note 30. Android 30. И как я говорил, патч безопасности последний 5 февраля 2023 года. Обновлений по воздуху давно не прилетало. Батарея здесь на 5000 мАч. Батарея хорошая, качественная. За полчаса стресс-теста смартфон разрядился всего на 10%. Что считаю хорошим результатом. Нагрев фактически не ощущается. Процессор Helio G99 почти не греется. В последней версии Antutu наш смартфон набирает 430 тысяч баллов. Что считаю неплохим результатом. Тест мультитач 5 касаний. Ну а теперь обратите пожалуйста внимание на троттлинг тест 100 потоков 30 минут. Средний показатель 204 гипс. Фактически троттлинга нет. И нагрев минимальный. Ну а вот перед вами результат GPS теста. В плохих условиях в доме. Как видите смартфон неплохо ловит спутники. Как GPS навигатор его смело можно использовать. С датчиками у Infinix тоже все в порядке. Акселерометр работает корректно. Датчик освещения тоже как видите реагирует. Датчик приближения тоже работает безошибочно. Есть гироскоп, магнитный датчик, фонарик. Фонарик кстати достаточно яркий. Что считаю тоже плюсом. Ну а как себя ведет смартфон в играх. Я скачал Asphalt 9. И давайте на примере этой игры посмотрим как ведет себя наш смартфон. Вот так. Как видите игра идет на хорошей скорости. Ничего здесь не зависает, не тормозит. Играть на смартфоне одно удовольствие. Повернем. Заправимся. И перед финишем. Вот так. Ну а теперь переходим к камере этого аппарата. Основной модуль камеры у нас на 64 мегапикселя с апертурой f1.7. И двухмегапиксельный модуль глубины. Один модуль это просто обманка. Фронтальная камера у нас на 16 мегапикселей. И давайте зайдем в интерфейс этой камеры. И я покажу на что она способна. Пленка. Считаю бесполезная функция. Видео. Видео друзья у нас может снимать. 1080p 30 кадров в секунду. 60. 60 кадров в секунду. Или 2К. Но стабилизация. Стабилизация. Есть только в 1080p 30 кадров в секунду. Также если перейдем на фронтальную камеру. Здесь тоже 1080p 30 кадров в секунду. Есть стабилизация друзья. Ну давайте посмотрим с вами тестовые фото и видео на этот смартфон. Субтитры сделал DimaTorzok Тестовое видео на Infinix Note 30. В ночное время при включенной вспышке снимаю. Как вам качество видео? Full HD 30 кадров в секунду. Тестовое видео на Infinix Note 30. Включена стабилизация. Я иду. Оцените пожалуйста качество стабилизации съемки. Стабилизация отрабатывает отлично. Продолжаю съемку Full HD 60 кадров в секунду. Здесь уже стабилизации нет. Оцените пожалуйста качество съемки Full HD 60 кадров в секунду. Проверка автофокуса. Автофокус работает. Еще раз автофокус. Автофокус работает отлично. Тестирую фронтальную камеру Infinix Note 30. Оцените пожалуйста качество видео Full HD 30 кадров в секунду. Включена стабилизация. Моему стабилизация отрабатывает отлично. Почитаю ваши комментарии. Ну что ж, давайте подведем итог нашему смартфону Infinix Note 30. Да, это действительно достойный середняк. Хороший IPS экран. 120 Гц частота обновления. Процессор Hero G99. Много памяти 8256. Звук. Стереозвук от JBL. Ну и камера со стабилизацией. Как основная, так и фронталка. Из недостатков я бы сказал его размер и вес. А также то, что не прилетают обновления. Но для кого-то это совсем не будет недостатком. Покупать вам этот смартфон или нет решайте сами. А мне смартфон понравился. До новых встреч. Пока.